Сегодня у нас 5 сентября 2016 года. Это у нас саманы в деревне Потеряевка. Здесь мы посадили картошку. И вот пришли с Игнатьичом сегодня копать её. Сегодня первый день начали только. Вот уже начало. Пришла жена Игнатьича Надежда Васильевна. Помогает нам картошку убирать. А у нас брат Никита находится на Позбее. Коров пасёт. Сейчас скоро, уже через час примерно придёт домой. Пригонят коров. Вот такая вот у нас картошка. Слава Богу, хорошая, крупная. Конечно, подзаросло травою. Но старались ли там убирали, как возможно. Вот где же осина выкапывает. Вот. Началось копать. Игнать, Игнатьич, а он там по краю-то заросло. Надо бы тоже убрать как-то. Где там? Ну да. Ну там видишь, я не знаю, когда тяпали-то, как они так оставляли. Я не вижу её. Её надо примять на ту сторону. Я тебе посоветую как-то. Ты подойди сейчас к краешкам варьбе. А на остальное просто так вот повались её и придави, как медведь делает. А вёс. Он овёс давит книзу, а потом берёт и ест. А так ничего не получится. Давайте попробуем. Корошка она ещё вообще хорошая. Видишь какая? Это прямо вот я копнул, смотри. Вот она идёт. Ну вот в руке. Вот она. Прямо вполне достаточно. Ну ещё попробуешь? Попробую. Ну давай, вот она. Смотри, возьми в руки. Вот эти вот, вот три, четыре тут. Чтоб видно было как-то в руках. Сейчас. Это не выбирай, я просто копаю. Ну вот, пожалуйста. Так там сколько ещё это? Вот Надежда Васильевна показывает. Смотри, возьми в руки, чтоб видно было, что это. Вот так. Это же вот. Ну это мы находимся на Саманном. Как гостиница у нас. Это из Самана строил. Тут был милиционер один. Пакости большие делал. Жалостый ушёл. О! Это огород большой. Вот я Володе посоветовал давить это. Отрывай край-то. А когда по самому краю пройдёшь, ну дальше-то да и примнёшь. А я дойду и буду копать, увижу, что это конец. А так-то как мне увидеть? Ну чё, давлю. А чё, сапог дырявый. Вот он. Сегодня мне один человек говорит, а у меня, говорит, сапоги есть. Какой номер носишь? Я говорю, 43-й. О! О! Володя ещё делает. Ну оказывается, это сработала система-то опять. Во! Понимаете, в деревне это игра одна идёт. И гляди, опять он вырывает траву. Смотри. Это Владимир Паченко. Вот так освобождает крайнюю картошку, чтобы видно было. О! И весь ряд уже примятый. Вот у нас такого ещё не было. В виде игрового момента. Вот так удирает. А потом дальше там будет. Это примять надо. Видно, что это концовка. Когда-то, говорят, картофельные бунты были, люди не принимали её, считали чёртово яблоко. А кто распространял её, афишировал, тот говорил, его били по рукам, бейте, говорит, ну возьмите. И вдруг не урожай. И на картошке спаслися все. Ну и теперь это второй хлеб называется. Видите, не всё сразу воспринимается. Видите, как всё здесь заросло. Ну, тяпали несколько раз. Вот удивительное дело. Протяпаешь, прокосишь под самый корешок. Раза четыре за лето, не меньше. И всё заново вырастает выше роста человеческого. А картошку если тяпал один раз и срубил, шабаш. Это так уж Господь установил. Вот так. Видал? Что делает? Отдыхает, лежит. И одновременно здесь последний трактор проходил, глубокая борозда. Вот она вырывается. Я не знаю, как называется, мы называем краснокорёнка. А ты не вырывай её. Я тут одно время пониже там смородину садил. Всё заросло. И некогда было, и пропало. А дальше тут пруд, вот за этим лагерный пруд. Прямо сразу начинается. Тут огромные тополя росли. И считали, что они мешают разговаривать. Спилили их, они так и гниют лежат. А вот дальше вот купа деревьев, это ветла. Телефон. Посередке, ну-ка, росла берёза. Эта берёза не мешала никому. Посчитали, что она мешает. Ну и спилили. Поговори. Ну на чём ты, я тебе сказал. Бери эту белую машину у неё. Ты прицепляй там, какая у неё сзади коробушка-то. Ну там поищи где-то, спроси. Батюшка ездит с ней. Ну и сейчас ты, если уже выехал, то мы сейчас подойдём там, где у них снегоход хранится. Около снегохода там уже готово в мешках. Это для голубей мне Виктор отдаёт. Игорь. Там сто, сто ну я возьму зерна. Ну давай мы тогда с Володей сейчас выходим к тебе. Иди к машине. Виктор звонит, с Богом. Понимаешь, вот этот столб стоит, к нему провода идут отсюда и поворот. Надо подпорку, подпорочный столб, а его нету. Он дальше идёт, вот отсюда, если отойти, вот сюда подойди. Во! Вон там его видать, тот столб. Маленько подворот, и там у него упор в сторонку видать. Вот сюда вот, если. Видите, как там всё заросшее. Там низина, лох. И всё вручную делать. А тут поворот идёт, ну, почти на 90 градусов. И необходимо, чтобы держало его с чем-то. Счётчик один отсюда взятый. Всё однако. А то мы сегодня начали, да мы так медленно делаем. И мало людей. Это нам на неделю хватит. Неделю будем повырять. О-о-о-о. Вот смотри. Я вот просто сяду. Это у меня в руках она. Белая какая, гладкая. Ну что, пошли. Пойдёмте. Всё на этом. Всё, слава Христа.